Заканчивается 2021 год, а значит нам пора обсудить тренды визуала на 2022 год. Но пока еще рановато делать какие-то подборки трендов на 2022 год, потому что их еще нет. Всем привет, меня зовут Катя Бабаш и ты на моем канале о создании и продвижении контента. И скорее всего, если ты подписан на меня, то подписан именно из-за моих популярных видео о трендах визуала в инстаграме. И в принципе у меня на канале много других видео именно о трендах в создании визуального контента. Ну а если ты до сих пор не подписан, рекомендую сделать это прямо сейчас. Конечно же, тренды я не беру просто из головы или не рассказываю вам только о том, что нравится мне. Очень часто, кстати, бывают такие тренды, которые мне вообще не по душе. Общие тенденции и что будет модно в следующем году я беру у крупных популярных зарубежных трендсеттеров. И пока они еще не подготовили никаких подборок о том, что же будет модненького в следующем году, я вам расскажу, где вам стоит их искать. И если вы хотите получить информацию из первых рук и не ждать мои видео-обзоры в январе 2022 года, то это видео как раз для вас. Кстати, вам еще нужно будет знать английский язык, но я надеюсь, что вы его знаете. Понятное дело, что смена трендов это не какое-то хаотичное движение. Их можно предсказать по общим тенденциям и настроениям в обществе. И одним из главных лидеров в определении таких тенденций в фэшне и в дизайне является агентство VGSN. Именно они создали первую в мире онлайн-библиотеку фэшн-тенденции. Почему я говорю именно об этом агентстве? Во-первых, оно очень влиятельное во всем мире. А во-вторых, если мы будем следить именно за модными тенденциями в моде и дизайне, мы с вами очень легко сможем предсказать, что же модно будет в визуале инстаграма. Ссылки, кстати, на все источники, из которых я беру информацию, будут в описании к этому видео. Ну и, кстати, у этих ребят есть подборки и тенденции не только по поводу дизайна и моды, но и культуры, искусства, ритейла и других интересных тем. Второй предсказатель в моем списке это Adobe Stock. Это такая платформа, на которой можно купить абсолютно любые изображения. Фотографии, дизайны, иллюстрации. Кроме того, что их можно купить, ты точно так же можешь их там и разместить. И, естественно, эти ребята отлично разбираются, что будет модно в следующем году. Свои прогнозы компания опубликует бесплатно на своем сайте и, в принципе, кроме прогнозов, делает анализ уже существующих тенденций. Поэтому бесплатно вы их можете посмотреть на сайте Adobe. Следующие ребята, за которыми я слежу, это Days. Британский журнал, посвященный культуре, искусству и стилю. Это, несомненно, очень модные ребята, ведь существуют они в этой индустрии с начала 90-х. Ну, а свои прогнозы о том, что будет модно в следующем году, они выпускают с 2019 года. И выпускают они такой своеобразный журнал, онлайн-журнал, который называется The Future World. Особенность его это то, что в этом журнале вы можете почитать мнение экспертов по определенным направлениям о том, как они представляют себе будущее. А, собственно, это нас интересует, что будет модно в будущем, в ближайшем, через год или два, или даже, например, через 10-20 лет. Следующий в списке это VTransfer. Неожиданно он появился в моем списке только в этом году, потому что раньше я пользовалась этой платформой только для обмена файлами. А вот уже совсем недавно, в конце 2021 года, узнала, что они являются еще и форкастерами с 2018 года, и также публикуют свои прогнозы на следующий год, аж с 2018 года. Отчет их называется DS Report, и особенность его заключается в том, что они рассказывают именно о том, как меняется мир креативности. А, собственно, чем мы тут и занимаемся на моем канале. Поэтому там можно почитать большой подробный отчет о том, как все креативщики со всего мира следят за тем, как меняется эта индустрия. И вообще рекомендую подписаться на Instagram VTransfer. У них действительно очень много классной полезной информации именно по трендам бывает на их страничке. И напоследок я оставила два своих самых любимых сервиса. На них я уже делала обзоры в начале 2021 года. Это Canva и Pinterest. Canva это мой любимый инструмент по созданию вообще визуала в Instagram и в других социальных сетях. Там я создаю свои обложки для YouTube. Там я составляю ленту своих постов в Instagram, делаю какие-то анонсы, рекламные шаблоны. В общем, в Canva я делаю практически все. И если честно, с тех пор, как я купила себе платную версию Canva и завела себе ретушера, я вообще перестала пользоваться фотошопом. Очень жду прогноз Canva на 2022 год. Ну а пока вы можете зайти и посмотреть вот это мое видео о прогнозах Canva на 2021 год и посмотреть, какие же из этих прогнозов все-таки сбылись. И последние списки это Pinterest. Все знают и любят Pinterest, все ходят за идеями, референсами и вдохновением в Pinterest. И, конечно же, они не были исключением и каждый год делают свою подборку трендов на следующий год. Делают они это на основе исследований поисковых запросов пользователей на их сайте. То есть то, что люди начинают чаще искать, на что люди чаще начинают обращать внимание, они прогнозируют вот эту кривую, которая начинает расти вверх. И таким образом сообщают нам, что, скорее всего, вот это будет очень модно в следующем году, потому что сейчас люди начинают этим более активно интересоваться. Подписывайся на мой канал. Уже в январе 2022 года я буду делать обзоры всех этих форкастов на своем канале. Ну и, конечно же, если ты хочешь быть быстрее, чем я и классно владеешь английским языком, надеюсь, моя подборка была для тебя полезна. Пиши в комментариях, где ты следишь за трендами и до встречи в следующих видео. Let's go. Где искать тренды? Алло. И чё? Нормально вообще? У меня свет отключился. Ты вообще нормальный? Алло. Вообще прекрасно. Просто великолепно. За окном дождь? Нет. Ммм.